Я ехал и думал, ах вы жалкие людишки, а у меня в колеса хазов. А некоторые приезжают и спрашивают, а вы куда колеса засунили? Я говорю, что это утилизация. То же самое, как камера сжигания. И мои вот лысые волосы дыбом поустой текущей. Оп! И снова медведь. Физкульт, привет. Но они из берлоги. Сегодня нет. Сегодня мы копаем берлогу в болотах Санкт-Петербурга. Сад для меня какой прекраснейший, красивый район. И что мы там видим? Что мы там видим? Шиномонтаж чуть левее. Не может быть. Поворачиваемся назад, что мы там видим? Шиномонтаж. Поворачиваемся чуть левее, что мы видим? Шиномонтаж. Так у меня к вам, Аркадий Борисович, вопрос такой. А задавайте. Да, для вас, как для представителей тех, хорошо. Наверное, это хорошо, когда много шиномонтажей? Это очень хорошо. А для владельцев шиномонтажей у меня вопрос. Не дофига ли вас на квадратный метр в городе Героя Санкт-Петербурга? Это шиномонтажей. По моим скромным подсчетам, 8 миллионов жителей проживает в этом городе. И надо подумать, что количество автомобилей на душу населения, оно тоже большое. Возможно. Но не слишком ли это? Я понимаю, что ты хочешь быть уникально эксклюзивным, и ты им являешься. У меня-то случай был... Но спрос рождает предложение. У меня-то в моем же помещении, которое мне пришлось теперь занять полностью просто, чтобы избавиться от соседей, с которыми тяжело вместе существовать. У меня соседний конкурентный, наверное, это громко сказано конкурентный, просто всем за шиномонтаж, был прям за дверью. Я через их помещение ходил, извиняюсь, в туалет. Не в их помещение, а через их. Вот рукой-рукой покажите, как вы ходили, да? Вот так вы любите, да? Что они там делали, мне непонятно. Но интересно, как они это придумали и сочинили, сделать в одном и том же помещении вот так вот две двери с угла, два разных, то есть шиномонтажа абсолютно. Ну, я бы, честно говоря, захотел бы присутствовать на столе переговоров, как они это придумали и что они это... И меня не беспокоило это до одного лишь момента. И, конечно, мне это было смешно, но когда мне стали говорить, что на автовокзале в Искитиме делают фигню, я понял, что это делаю не я и делают за этой дверью. Тогда, да, пришлось забрать все здание в полную аренду, в свое. Хотя, ну, мне и то помещение не так нужно, но теперь работает как раздевалка и хранение колес. Ну, а так-то мы приехали на новую точку. Прикольная зимовая машина. Как нас тут в 3-й час мы увидим, что мы тут нового узнаем, все мы покажем. Дай небо, чтобы и мои знания тоже здесь пригодились. Я тоже так думаю. Медведь гуляет по северной столице, а? Некогда медведю выдохнуть. Добрый день, зеленая машина. Здравствуйте. Как дела? Отлично. Ждали нас? Да, что правда ждали, ну так ждали. Лучше поздно, чем никогда. Давайте познакомимся. Давайте. Анна. Аркадий. Приятно. Родион. Автомобиль приехал по записи? Нет. Спонтанно? Спонтанно. А как вы думаете, почему он приехал к вам, но не заехал в гости к конкурентам? Мы лучше всех. Мы лучше всех. Значит, мы в лучшем центре. Верю. Очень хочу обидеть. Это прикольные, быстрые, хорошие, жесткие подъемнички. Именно, мне кажется, самый, наверное, хороший для шиномонтажного бизнеса. Я так пока считаю, но сам не пользовался. Но то, что глазками я вижу и анализирую, это самые интересные темки. И опять же, можно поднять правую высоту, где мы можем эти колесики посмотреть прям глазками, еще до снятия. И решить менять или не мать. Здравствуйте, молодой человек. А можно поинтересоваться, с какой целью машинка приехала и что вы планируете делать, если вы не против? Меня зовут Аркадий, это Родион. Игорь. Отличный Игорь. Ну что, мы можем... Я приехал на диагностику, пытаюсь поменять колеса и проверить, что у нас колеса. Неплохо. Две шины на новые. Да. Переедок. Переедок. Как мы видим, дорогие друзья. Аминь. Грёв. Всего вам доброго. Здравствуйте. Аминь. По факту вам надо менять комплект резины. Ей 7 лет. Начнем с этого. Она высохла. 7 лет шина. А, это вообще 1,49. Доездить до зимы? Доездить. На зиму комплект есть, а весной продам. Знакомая шина. Это стабильный ответ. Но до зимы еще далеко. Маминь проездка до зимы еще 2, максимум. Так что еще 2. Сколько раз помоете машину, до зимы? Два раза. Два раза. Не густо. Так, на мойке не сэкономим. На мойке не сэкономим. Я ищу просто источники финансирования для нового комплекта резины. А вообще, меня зовут Аркадий, это Родион, это Игорь. А вас? Игорь. Очень приятно. А вообще, беспокоитесь, вот мы снимаем все время фильмы, мы сами занимаемся этим шаномонтажным бизнесом вокруг. Очень много людей, вот активных, молодых, не думают о том, какие шины у них стоят. Ездят, докатывают, а наплевать. Но ведь это опасно, правда опасно. Это до первого, до первого сутка. Это действительно самая опасная. Вы знаете? Расскажите. А здесь по улице. Сделал будет то, что с этой резиной можно забрать с собой не только себя, а еще чужую семью. Мало ли, что может произойти на дороге с этой резиной. Таков мой аргумент. Я тебя услышал. Почему спрашиваю, потому что интересуетесь, какое масло будет заливать? Даете рекомендации? А. Или все-таки пусть зальют? Нет, мы сами заливаем. Или пусть зальют все, что зальют? Нет, нет, нет. Мы кастрол заливаем с друзьями. У меня есть кастрол. Все-таки кастролчик, да? Да. Это правильное решение. То есть о масле беспокоимся? Обычно, в принципе, такой стандартный вопрос, потому что люди беспокоятся о том, какое масло заливаются, не беспокоятся, на каких шинах ездят. Я сам покупал. Там всегда покупаю масло. Если шиномонтаж работает год или 10 лет, куда поедете? Просто вот интересно. Который будет ближе. Который будет ближе. Ага. Хорошо. То есть здесь опыт... Здесь определяющее место. Место. То есть на другой конец города не поедете. Но если мы видим шиномонтаж здесь, шиномонтаж через 100 метров, шиномонтаж напротив, то вот они, 3. В радиусе 300 метров. Какой выбираем? Выбираем, где дешевле. Хорошо, еще один аргумент. Но дешевле не значит лучше. Не знаю. Не знаю. Потому что там, где делают дорого... Я не тех, не тех, не тех не знаю. Согласен. А если поинтересоваться, а почему так дорого? В чем разница? Я не разбираюсь в этом. Я что эти скажешь? Что эти скажешь? Я там... Да. А если я вам расскажу... Должны всем все разживающие... А если я расскажу, что у нас есть YouTube-канал, который вам, автолюбителям, все это рассказывает, показывает, дает потрогу, что вы должны требовать, как вы должны найти свой шиномонтаж, куда вы можете отдать колеса, а куда лучше колеса. В это тяжелое время. Вот это вопрос. Себе, своим глазам, своему опыту. И вот таким дядькам. Я не подоюсь, поэтому... Не-не-не. Есть, ну, такой набор, как сказать, набор факторов, что ли, да? Совокупность которых дает то или иное решение. Понятно, что мы не идем в шиномонтаж, где самые дорогие цены. Но я бы не пошел в шиномонтаж, где самые дешевые цены. Это правда. Я бы посмотрел, насколько... Вот чистота в шиномонтаже играет роль? Но... Наличие ста... Тут... Играет нанесильно. Играет тут отношение людей к работе. Я понимаю, но... Я не знаю, это культура... Ну, понятно, что культура обслуживания, это когда... Если ты любишь свой шиномонтаж, то еще на монтаж. Согласен, согласен. Но чистота играет роль. Мое мнение должна играть. Значит, ты любишь? Стабильный прайс-лист, который не зависит от того, во что вы одеты. На какой машине вы приехали. Зависит только от диаметра ваших шины. Это плюс? Плюс. Это плюс. Стабильность. Хорошо. Наличие каких-то дополнительных... У меня все одинаково дорого. Наличие каких-то... Так, опять куда-то я поехал. Наличие каких-то дополнительных услуг играет роль? Ну, предположим, вы можете купить болты-секретки, можете купить новые диски, можете шину купить здесь, а не ехать на рынок. Это плюс, да? Безусловно, плюс. А вот рабочая одежда чистая, опрятная на людях, это плюс? Или это все из вашего кармана? Это спорно, это спорно. Может, они не работают, но уже забыли. Когда он замансный, он уже такой опытный. Мы занимаемся оборудованием и материалами для шиномонтажа. Не сами услуги. Родион занимается услугами, мы занимаемся продажами. Но самое главное для нас человек, это вы. Клиент, который приезжает в шиномонтаж. Для нас самое главное. Для него и, в конце концов, для меня. Фактически вы тот наконечник копья. И вот ваши требования мы должны удовлетворить. Мы не можем сделать все хорошо за 5 копеек. Это правда. Но мы, с другой стороны, не хотим взять 5 тысяч рублей ни за что. За рассказы про воздух с клубникой. Так тоже нельзя. Поэтому наша задача быть ближе к народу. Как бы это странно ни звучало. Основная, наверное, цель, чтобы таких вот шинных центров было больше. Хорошо оснащенных, где чисто, уютно. Где могут предложить полный комплекс услуг. Где цена, скажем так, средняя по городу, чуть-чуть повыше. Чуть-чуть повыше. Но приемлемо. Потому что мойка колес. Деньги эти не пропадали даром. И не созряют. Сколько в Сибири моек колес? Я не знаю. Четыре. Четыре. Сколько в Сибири хоффманов? Я не знаю. Три. Понимаете, да? Рынок шиномонтажный Сибири. Он отличается от Питера, как ни было с ним. Это правда. Там вообще все по-другому. И там, конечно, в том числе и люди, и Минкомитет, и покупательская фасонность немножко другая. И количество жителей другое. То есть там, конечно, можно только ракеты в космос запускать. Вот она. Медная мафия мы ее называем. Обязательно почистить и обработать медную смазку. Чтобы потом никаких не было проблем при следующей смене колес или просто шиномонте. Более-менее стандартизированный подкор. На той мастерской, честно говоря, глаз радует. Это, конечно, не то, допустим, чем я занимаюсь. Наверное, у меня перебор с индивидуально. Да, да, да. Но, как то, что сеть, меня это, прямо честно говоря, удивляет. Это слишком круто. Даже, наверное, у нас в Сидении такого и не будет. Наверное, я думаю, никогда. Вопрос по кадрам у нас гораздо сложнее. Поэтому могу за вас только порадоваться. За нас, жителей Санкт-Петербурга. Так уж, если честно, мы делаем шиномонтаж не так часто. Ну, сезонный шиномонтаж, ремонт иногда. Да, мы чаще тратим деньги на мойку машины, на заправку машины. Ну, мы, среднестатистический житель этого города. Ну, так уж, если честно. Мы масло меняем, ну, я не знаю, в поле я меняю раз через 10 тысяч. Ну, да. Это нормально. Мы даем нашему двигателю вздохнуть. То есть, ну, на масле уж точно с фильтром не стоит экономить. Я даже раз 8 тысяч меняю. Очень мало таких людей, молодых, современных, энергичных, с которыми можно поговорить, обсудить эту тему, которая, казалось бы, ничего не значит. А на самом деле, это тема безопасности на дорогах. Это тема ответственности шиномонтажных мастерских. Это тема нашего будущего. Поэтому, Игорь, спасибо большое за то, что уделили нам время. Никаких постановок. Простой человек, который приехал в шиномонтаж зеленых шинок, и теперь от нас, ему, безусловно, вот этот подарок, ремонтный комплект. И лично от меня небольшое техническое задание. После того, как Игорь сделает первый свой прокол, а он говорит, что проколок у него хватает. Он работает на автомобиле. Пробег у него в год примерно 20 тысяч. Чтобы скинул нам видео, мы это видео обязательно разместим на нашем канале. Дадим вам все ссылочки. Потому что это может Игорь, это могут все. Не только Родион и Аркадий. Еще раз большое спасибо. Счастливого пути. И до новых и радостных встреч. А мы работаем с тобой. Мы работаем. Вопрос сразу у меня такой интересный по своему профилю. Разок ты сказал, что бывают какие-то жалобы или проблемы. Что происходит, чем клиенты могут быть недовольны. И правда ли это все. Мне это все интересно. Это изнутри такой плюс. Как правило, особенно в сезон. Приезжают клиенты. Мы там перебываем. Там все говорим. Забирают колеса с собой. Спрашиваем пакеты, не пакеты. Упаковываем. Соответственно, говорим. Вам помочь? Да, помогите. Упаковываем. Дай угадаю. В царапульке где-то. Да. Соответственно, это дорогая машина. Кожаный салон. Объясняю, что нельзя. Вы кладите. Уезжают. Приезжают. Объемли. Клали. Поцарапали. Лакокрасочное покрытие. Не важно. Не по словам. Просто такой момент был. Два раза. Приезжала девушка. Всякие моменты бывают. Купила девушка машину. Новая. Шкода копить. Сделали шиномонтаж. Уехал. Через час звонит. Клод-центр. И думает, вы все пороги поднули. Как пороги тут все подложили. Подушки. Конечно. У вас супер подъемники. Она приехала. Пишет жалобу. Девушка. А можно посмотреть? Что с порогами? Ну, пойдемте посмотрим. А там самое интересное. На порогах треугольнички. Они вдавлены. То есть это место показывает, куда подкладывают подушки. Вы мне поднули. Лина. Я говорю, давайте любую машину сейчас с нолем. Это лайфхак, Игорек. Это лайфхак. Новая тема. Питерские девушки. Вы мне пороги поднули. Причем она была с парнем, либо с мужем. Не знаю. Парень стоит молчит. Она улыбкает. Мы поднули пороги. Ну, молодым человеком надо говорить. Потому что это может быть и парень, и муж. И все, что угодно. То есть ты рекомендуешь с молодым человеком? Да, да. Это смешно. Ну, прикольно. И дайте место жить. Тима, следующее продолжим. Про поводу вот этих сарай-монтажек по 500 рублей перебывают. Почему они, на твой взгляд, не пользуются, допустим, материалами ТЭК? Это дорого. Невозможно запихнуть себе стоимость. Слушайте, ну, в шиномонтажках, допустим, по моему опыту, я работал в выездном шиномонтаже. То есть, соответственно, я закупал весь материал сам. Очень хорошо. Купить ТЭК, я не помню, ценовая политика, это было 2 года назад. Такая же, как сейчас, допустим. Ну, честно, не помню. Хорошо. Купить ТЭК, да, качественно. У меня там первое время были. Но, тем не менее, ты за эту закладку не возьмешь больше денег, сколько стоит сам ремонт. Соответственно, включить, да, вот свою себестоимость, то есть, чтобы купить, ну, покупать дорогое, таких вот, как искали, сарай, я думаю, нет смысла. С определенного времени, то есть, я не знал о том, что лентиля бывают плохими. Я правда резал, то есть, я закупаю все ТЭК РАШа и видел жалобы постоянные, что вылетают вот эти вот металлические штучки из вентилей. Я не понимал, о чем народ говорит, о чем пишет. Я видел фотографии в интернете, я не мог понять, пока впервые не столкнулся сам на чужом клиенте, что подкачало, у меня эта штучка-трючка вылезла из этой резинки. Просто я беру все в одном месте, все нормального качества, и я не знал, что могут быть такие подарки. Вот это латунный сердечник правильный, а есть сердечник алюминиевый, есть резинный ПДМ, синтетический каучук. Так проще, как вот мне вот неграмотную резинчику, то, что я не знаю, как отличить. А есть каучук? Обычный? Я могу сориентироваться только по точке закупки. Я знаю, что там хорошее, это покупать. А если мне дадут, ай-яй-яй, два других метеля разных, как я как могу их отличить? А ты спроси наших подписчиков. Кто-нибудь может отличить? А как вот их отличить? Это хороший вопрос. По ценнику я могу отличить, то есть, да, я увижу, они сколько стоят, один столько стоит. В точке закупа я могу отличить, а если реально вот так вот так? Напишите в комментариях, как вы можете их отличить. Можно еще пару таких моих мерканей? Конечно, конечно, конечно. Так как я наш опыт уже работает, на нескольких видах оборудования, понимая, разных эмоций, выездного монтажа. Пару слов о балансировке, пару слов о монтаже, о химии и о мойке колес. Мог бы озвучить? Лучше, хуже, нравится, не нравится. Флюсы, минусы, может эта мойка вообще не нужна? Может сюда китайца поставит, да и так и сойдет? Нет, на самом деле... Или все-таки чувствуется руками различно? Как же чувствуется? На самом деле, насчет мойки. Пойдем. Это очень хорошая вещь, потому что иногда клиенты приезжают, приезжали, смойка-то только здесь была, где я работал. То есть колеса, ну, грязные. Мягко говоря. Да, мягко говоря, они грязные. Вот. И приходится, допустим, чистить, как иначе, крышетка. Да? Начинаешь чистить крышетка, он говорит, вы мне диски поцарапали внутри. То есть, в логокасе... У меня один из, это запикается, мудаков клиентов. Нафига ты, говорит, не моешь? А у меня ценник не плюс... Как? Я в любом случае мою все колеса, но цену это не влияет. Все, хочет ли не хочет, не важно. Мне на что поняли было, все чисто. Зачем ты мне их моешь? Ты мне, говорит, их щетку вот так потри, то есть... И мои вот лысые волосы дыбом просто эти вот слом, что... Ну, на самом деле, это же не только лакокрасочное покрытие. Вся эта грязь потом попадает на оборудование. То есть, влияет... Я думаю, почему сейчас все в этой жизни чистят колеса только щетки? Влияет на качество балансировки, в конце концов. Сплошь и рядом, после нашей питерской грязи осенью, особенно заезжая на мойку, что-то руль бьет. Колеса помоешь, поехали, все нормально. Абсолютно точно. Продолжаем разговор. Значит, мойка колеса – это обязательное, по твоему мнению, и необходимое. Да. Но в сарайке... Их нет. Их просто нет. Или они не нужны? Нет, ну их никто не ставит, их должны подключать. Сарайка – главный вопрос – цена. 500 за все. За все 500. Да, поэтому без мойки, без чистки, без новых грузиков, без медной смазки. Ну, на чем-то ведь надо сэкономить, чтобы влезть в эти 30%. Чудес же не бывает. И 30%, извините, от 2000 – это 600 рублей. А 30% от 100 рублей – это всего 30 рублей. Минимально необходимый аксессуар, агрегат, аппаратура. Даже ручная работа вполне уже дает плюсы вот этой мастерской, которые просто хотя бы могут, даже если руками. Ну, это не дешевый аппарат, это очень даже не дешевый аппарат. В небольшом городе на эти деньги можно открыть, наверное, хорошую... Хороший бар, хороший бар. Она стоит вот этот, вулкан-веселин, наверное, чуть меньше 300 тысяч рублей. Можем предположить. Вулкан-300 стоит... А ты спроси наших подписчиков, они хоть знают, сколько стоит мойка? Напишите в комментариях. МК-1 стоила 210 тысяч когда-то в свое время, но это было 6 или 5 лет назад. 210 тысяч в городе Искити-Мех. А некоторые приезжают спрашивают, а вы куда колеса засунули? Я говорю, что это утилизация. То же самое, говорит, камера сжигания. Если у нас вызывается, то, что у нас уплачено. Все уплачено, это утилизатор. Хорошо, начали хорошо. Работал же на других, как у тебя ощущения по этому станку? Слушайте, очень удобно, потому что когда я работал в изобшенном монтаже, там был станок, как у китайских. Соответственно, третьей лапы у него не было. Стоп, сразу третья лапа. Как ты считаешь, нужна она, необходима? Очень сильно нужна. Особенно низкий профиль. И если это низкий профиль рамплет, монтажка его нереально оденит. Ну... Пятером стоит. Вес. Мне, допустим, мне не хватает. А что из практики? Низких профилей все больше и больше. Просто многие подписчики пишут, а в нашем городе низкого профиля нет ни у кого. У нас нет ни дорог, ни профиля. Зачем мне такой станок, дорогой? Нет, не прям много-много, но есть. Надо будет брата, позову, под нажмем, наденем. А если он сирота? Страшную весть ты принесла в наш дом, Надежда. Да, может, это и не страшная, а радостная. Наследство делите приветствую. Продолжай. Вот, поэтому без третьей лапы я понял, что очень неудобно. А самое главное, небезопасно, наверное, да? Да. Небезопасно. У меня было такое, что у меня... закусывало, благо перчатку, то есть там осталось. Палец успел достать, отрывал палец, то есть монтажкой сам. Поэтому у нас лишь только одно кольцо теперь, да? Да. Ребята, ребята, у вас всего 10 пальцев. Пусть будет один техно-роллер, он же третья лапа. И 10 пальцев, чем наоборот. Как вы считаете? Считаю, согласен. Здесь то, что хорошо, здесь, по-моему, сберет до 24-го... Дыма. Снаружи. А как ты считаешь, минимально, вот если я хочу купить станок сегодня, минимально, то какого дюйма я должен брать? И зачем мне 24-й, если у меня в деревне... Ну, 20-й. Если у меня в деревне только Жигули. Так, а залетные могут быть? Ага, понятно. Эгегей! Залетные! Алтайские приехали! Так. Здесь какие-то, я смотрю, тоже. 20-й минимум, 24-й желательно. Зажим снаружи? Да, снаружи. Зажим, ну понятно, что... Только снаружи, изнутри он как бы... Можешь-ка вот поподробнее, ну-ка, вот что изнутри? Изнутри, как правило, можно зажать только железный диск. Почему? Ну, ему ничего не будет. Окей, а что будет у нас, легкосклонному диску? Легкосклонному диску останется вмятина. Вмятина, цараку. Так, козявки останутся, вот этих вот укоров. Да, 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 да. Все верно. Так делать, я считаю, не нужно. Да и, в принципе, железный диск, как правило... Просто у многих монтажников подход, что вроде как это технический, механический момент, вроде как это допустимо, но в моем мире это недопустимо, я так считаю. Не надо портить то, что испортится саму кодалку. Да. Поехали, Даша, что еще интересно? Лапой, смотрю, Тайки, да? Вот мы этот момент уже там обсуждали. Далее, по смазке. Пользовался ли всю жизнь вот этой густой смазкой? Либо ты пользовался жидкими какими-нибудь? Только такой. Всю жизнь? Ну, как-то готово к применению. Ништяк вот пользуется, или все-таки... Да. Или жидкий лучше, может быть? Ну, как ты думаешь? Жидкий. Я, наверное, не пользовался ни разу, поэтому в хайпе, но просто оно удобно. Удобно, да, и герметизирует, и станок к чистоте всегда. Просто когда жидкие смазки, они, как правило, болото тут разводят. А в мобильном этаже была правильная смазка или была... Тековская. Тековская. Тековская, правда, меньше видно. Ну, то есть оригинальная смазка. Она мобильная, поэтому меньше. Оригинальная смазка. Я же специально мобильная смазка. Нет? Да. Нет? Да, да. Мы вчера видели такой магазин. Да. Просто цена азотов. Вот это важно. Спрашивают. При этом, когда спрашивают, а у вас бананов есть? Бананов. Это анекдот, понятно. Бананов. Так это, надо предлагать, надо продавать кунтекс с банановым. С банановым вкусом, да? Да. Я как-то клиент пощутил. Бранса нет, есть пудника. Ха-ха-ха. Заряжай. Слушай, кстати, Аркадий Борисович, а вы за рулем сейчас ехали, вы не забыли, что у вас развод? Теперь уже нет. Это сейчас я с вами. А когда ехали? Вы забыли? Забыл, конечно, потому что вы меня отвлекаете своими бесконечными разговорами на разного рода темы. Я тоже стараюсь экспериментировать на себе. В прошлом сезоне я ошиповал ремонтным шипом свои зимние шины, отъездил всю зиму. И хочу сказать, что эта тема работает. Я потерял из 840 всего 6 шипов, при том, что снега на улицах не было. Эта тема работает. Я вижу, что Нокеан Хакапеллита 8. Я вижу, что у вас тоже есть такая услуга. И я, со своей стороны, крайне рекомендую автолюбителям не отказываться пробовать. Эта тема работает. Также сегодня я закачал себе азот. И теперь буду на собственном опыте испытывать. Только когда выходишь из машины, увидел зеленый колпаскопа, у меня азот. Дальше буду рассказывать нашим подписчикам, как этот азот на меня стал влиять. Получил ли я азотный наркоз? Или я получил кислородное голодание? Сколько там все используют? 24%? Это важно. Про балансировку очень мне интересно. Хоффман, который... Который Хоффман. Да? Ну, что, по-моему, сказать. Здесь одна линейка. То есть, одна линейка. Гео 6900. Как правило, что, здесь 2? Здесь у меня здесь всего одна. Но внешняя линейка нужна, чтобы измерить ширину железного диска, на самом деле. Для литья. Да, да. Но, тем не менее, одну линейку прикладываешь к одной стороне, вот сразу считывают ширину. Да? И достаточно одной линейки. Ну, именно мне почему-то не удобно. Я привык к двум. Не знаю почему. То есть... Чисто тактильно привык к двум. Да, да, да. То есть, ну, как-то удобнее, я не знаю. А это... Вот, это... В своей практике, в своей жизни есть сравнить с чем с другой был он срок? Да. Был бы вы, что скажешь? Лучше, хуже, быстрее, меньше, точнее. Там... Да, хуже или... Да, этот лучше. Ах, этот лучший. Вот оно все. Который я работал, я закручиваю, что затягиваешь, как это называется? Комнюса... Да, гайка. Ручная гайка. Очень удобная. Очень часто я ее срывал. То есть, приходилось покупать новую дюжь. Неплохо. Педально жалобно. Не можешь себе контролировать. Быстренько. Здесь электрический. Да. Здесь все... Мне кажется, скоро вообще сам будет все делать. Жалоба, проблемы какие-то, непонятные с колесами, с балансировкой бывают, сталкиваешься. Какой-нибудь китайский рейтен вызывает проблемы. Или какие-то машины определенного там, контингента, я не знаю. Это специально. Иногда редко бывают проблемы с конусом. Что? То есть, немного, допустим, уронишь его. Не надо его уронить. Бывает иногда случайно. Соответственно, уже посадочное место как-то не такое плотное. И если взять разные конусы, естественно, будет показывать разный баланс. У нас как-то был такой клиент, Mercedes, раз в 4, наверное, приезжал. Оригинал, стесняюсь, простите. А можем сказать, что конус... Да, микроэнергетические диски. Можно сказать, что конус – это расходный материал? Трудно об этом сказать, но, скорее всего, это правда. Это дорогой, редко меняющийся, но это, наверное, все-таки расходный материал. Все-таки, да. А так, самим там... Но вместе с валом опять же, РКН. Ничто на земле. Да, вся эта пара все-таки взаимосвязана. Безусловно. Безусловно. Кто этим занимается, тот молодец. Кто это игнорирует, тот... Но мое мнение, точить конус на токарном станке – это без шансов. Конусы их тоже балансируют. Их делают, их что только, опять же, не выклоряют. Но это все неработающая ерунда. Респектую за эту маленькую практику экскурсию, за объем работ, которые подходили. За объем вот этих работ, как они слажены и классно все-таки работали. Я считаю, что, как минимум, на этот уровень надо равняться всем. Я так считаю. Конечно, это не мой уровень, но я и мозгами повернуты совершенно по-другому. Но меня не надо равняться. Сил не хватит. А вот это, то, что я видел, это классно, здорово. Поэтому... Спасибо. Спасибо, Игорь. Вы также засажаете, ездите. Да. Мы обязательно вернемся. Поэтому подписывайся на канал. Мы будем говорить только правду. Как говорит еще один известный товарищ, фамилию которого не любят упоминать на центральных каналах. Всем всего наилучшего. И никогда не обманывайте клиентов. Аклория. Игорь Негода. Аклория. Спасибо. Игорь Негода. Продолжение следует...